Книга «Открытым оком», тема богослужения, вопрос 2007 том. «Разве нельзя сегодня снова вернуться к тому служению, какое заповедовал Иисус Христос, чтобы обращать людей к Богу через проповедь, и таких же после себя последователей Искупителя оставлять?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. К вопросу добавить совсем малость нужно. Начинай сегодня же и воспитай себе подобного. 1 Коринфянам 4.16 «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Жития святых нужно урезать до первого века, а остальные чудовищно искажены против евангельского духа». Послание филиппийцам 3.6.17 «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». «К тому же есть и такие жития. И вот против таких свидетелей Иегова будут воевать в первую очередь монашествующие. Это главные враги проповеди и распространения Евангелия. Им бы только стену мандру выстроить, отгородиться от мира, заживо закопав себя в могилу вечности. И над ним будет хранитель этой мандры, архимандрит». Назарий. 14 октября. Жития святых. «В следующую же ночь явилось ему в видении блаженная Матерь его, повелевая ему идти в Галилею и там трудиться в благовествовании Христовым. Встав он, пошел по указанию своей матери в ту страну и, проповедуя Христа, просвещал там светом веры людей, сидящих во тьме и сене смертной. «Когда святой Назарий был в городе, называемом Мелия, он взял здесь от некоторой благородной и верующей женщины трехлетнего отрока по имени Кельсий, крестил его и воспитал в благочестии. Отрок возрастал летами и разумом исполняясь Божьей благодати. Когда же он пришел в возраст, то последовал за своим учителем, святым Назарием, учась от него высшей премудрости и слагая в своем сердце его богодохновенные слова и отеческое поучение. Отрок был настолько мудрым о Христе, что сравнялся со своим учителем и равно с ним служил в спасении людей, проповедуя Христа. Он вместе с Назарием терпел гонения и мучения, впоследствии же сподобился одинаково с ним мученинского венца. Диновий, правитель той страны, узнав, что Назарий распространяет христианство по многим городам, тотчас же взял его вместе с Кельсием и обоих заключил после побоев в темницу, намереваясь придать их поутру всемозможным мучениям. Стихотворение Зеркало, где все наоборот, но это не на первом плане. Нам главное не руки, нос и рот, как выглядит об этом все желание. Мы смотримся, когда идти на люди, прилично ли, не выглядеть смешным. Нас по одежке встретят и осудят, приспособленцы для чужой жены. Таинственное место вражбы, у зеркала свеча и что бы сзади, являются нечистые гробы, разгадывание будущего ради. Ты хочешь знать, каков на самом деле, твой рот, глаза, какой сегодня ты. Лжет зеркало тебе, душа сокрыта в теле, чуть отошел, забыл свои черты. Нам зеркало фиксируют морщины, сокровища желанной красоты. Рассматривают жалость у мужчины, дымящиеся к прошлому мосты. Для женщины седые волосинки, предвести паники под глазкам мешки. Вагоны для белил, помады синьки. У зеркала разгрузка, пустеют кошельки. Но наше зеркало о будущем не скажет, что через час в глазницах будут черви, что грешники мы все с лицом чернее сажи, что выражаем на подмогу черти. Исследуйте священное писание. Незатуманенное зеркало от Бога. Глаза излечит слух седыми волосами. Не устыдить звонка перед дорогой. По утрам, многократно днем и ночью. Смотрись в библейское, увидишь отражение. Каков ты есть? Врага увидеть хочешь? Он в зеркале, ты сам. С ним главное сражение. Игнатий Тихонович Лапкин, 2003 год.